Если вы обратите внимание на Коран и на учения пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, то обнаружите нечто очень интересное. К примеру, в Суре Аль-Бакара, в 155-м аяте, Аллах раскрывает следующее. То, что мы читали множество раз. Но очень и очень удивительно то, что, несмотря на то, что данный аят был неспослан по конкретному случаю, и несмотря на то, что мы знаем, что он был неспослан много-много лет тому назад, он все же применим для всех и каждого, и во все времена, и до самого конца света. Позвольте мне прочитать этот аят и перевести его для нас, чтобы обратить внимание на его смысл. Аллах Святой Новелик говорит Удивительный аят, в котором Аллах говорит «Мы непременно испытаем вас». Испытаем чем? До того, как я упомяну о том, что говорит Аллах далее, обратите внимание на каждую категорию. Но, несмотря на то, что он неспослал этот аят к конкретному случаю, Аллах говорит примерный смысл. «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом». Каждый испытывает чувство страха, некоторые больше других. Поэтому Аллах говорит «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом и чувством голода». В мире очень много голодающих, и все по разным причинам. Некоторые из-за карантина, из-за того, что в заперти, некоторые пребывают в изоляции, а для некоторых, возможно, недоступны продукты. Некоторые из-за того, что не могут поесть, так как нет никого, кто бы о них позаботился. Да смелости виться Аллах над нами. Аллах начинает словами «Мы испытаем вас незначительным страхом, чувством голода и потерей имущества». Многие люди остались без работы, доходы людей сократились. Многие из нас так или иначе столкнулись с финансовыми проблемами. Не волнуйтесь, мои братья и сестры, это испытание от Аллаха. Мы преодолеем все это. И Аллах говорит нам, как преодолеть все это. Это удивительно. Итак, если вы посмотрите, Аллах говорит «Мы испытаем вас незначительным страхом, чувством голода, потерей имущества, а также потерей близких людей». Люди вокруг вас могут умирать. Вы можете потерять близких вам людей. Аллах говорит «Не волнуйтесь, принимайте это легко, причисто Аллах». Аллах говорит, что вы непременно расстанетесь с близкими вам людьми. И даже при обычных обстоятельствах мы теряем близких людей. А когда же это доходит до ситуации такого рода, да, это страшно, да, это потери, да, это чувство неопределенности и чувство волнения. Поэтому Аллах Свят Он и Велик говорит «Мы испытаем вас незначительным страхом, чувством голода, потерей имущества, а также потерей близких людей и потерей плодов». Взгляните на фермерство и фермеров, да, облегчит Аллах их участь. Взгляните на продуктовые полки магазинов во многих странах. Некоторые из вас счастливчики, у вас все еще много чего доступно, но в других странах много чего уже не хватает. И эта паника является тем, чем Аллах Свят Он и Велик испытывает всех нас до различных степеней. Итак, вы думаете, это конец аяты? Нет. Послушайте, что говорит Аллах в продолжении аяты. «Мы испытаем вас незначительным страхом, чувством голода, потерей имущества, а также потерей близких людей и плодов, но…» «Обрадуй же терпеливых!» Что это за категория людей? Аллах описывает их в следующем 156 аяте. «Обрадуй же терпеливых!» Которые, когда их постигает беда, говорят «Инна лиллâхи ва инна иллâхи раджи'ун» «Воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся». Субтитры создавал DimaTorzok